Сотни людей, ветераны Великой Отечественной, действующие офицеры, врачи и медсестры, представители городской администрации, студенты и школьники. Это день они начали у Стеллы подвиг во имя жизни, у застывших камней медиков, которые во время Великой Отечественной вели свою войну за жизни солдат. Сочи оставил свой след в истории, на четыре года став городом-госпиталем. Здесь, в перепрофилированных санаториях, в строй вернули более полумиллиона солдат. А после войны Сочи, как главный город-госпиталь страны, был удостоен ордена Великой Отечественной первой степени. Мы говорим спасибо нашим врачам и медсестрам за трудовой подвиг в больничных палатах и за операционными столами. Уж поистине подвиг во имя жизни. Знак солидарности и уважения к подвигу врачей, которые сутками не отходили от операционных столов, участники памятного митинга накинули белые халаты и почтили память всех погибших и ушедших минутой молчания. Особой эта минута стала и для главврача 4-й сочинской горбольницы Анатолия Завражного. Он не понаслышке знает, что такое полевая медицина. Завражен сам в прошлом военный хирург. Я думаю, что он бессмертен. И трудно оценить просто то значение, которое сделали именно для всех наших врачей. Не только врачи, но и средний медицинский персонал, да и все, кто работал для фронта, для победы. В завершение памятного митинга к памятнику возложили цветы и венки, как благодарность людям в белых халатах за подвиг во имя жизни. Я думаю, что вклад сочинцев, врачей, людей, живущих в тот период в Сочи, огромен. Его не оценить. В сочинцах есть дух патриотизма, дух воли, дух веры, дух понимания. То, что поставленная задача должна быть выполнена любой ценой, даже самопожертвованием. Сразу после митинга все отправились в парк Ривьера. Там развернули полевую кухню. Сочинцы смогли отведать гречневую кашу и выпить боевые 100 грамм. Со слезами на глазах праздник. У нас у меня отец погиб в Одессе в 41-м году. Ну, какой Божий праздник. Со слезами нам приятно, что все собрались, увидели очень много своих людей. В парке Ривьера прошел большой праздничный концерт, подготовленный силами городских творческих коллективов. К празднику присоединились не только ветераны и представители старшего поколения, но и молодежь, школьники и студенты. Для них День Победы тоже особая дата. Я горжусь всеми теми, кто нам жизнь подарил. Это память, которую мы никогда не забудем. Это безумная гордость и огромное спасибо всем тем людям, которые подарили нам жизнь. С праздником 9 мая вас! Полевая кухня налево! В парке Ривьера сегодня царила особая праздничная атмосфера. Гостям дарили бумажных голубей, как символ мира. Прохожих школьники приглашали танцевать под звуки духового оркестра. В парке каждый уголок напоминает о Великой Победе. Праздничные мероприятия в честь 9 мая продолжатся и завтра. Здесь также будет работать полевая кухня. На всех площадках Ривьеры будут петь и танцевать под песни военных лет. С утра и до самого вечера. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.